27 марта исполнилось два года самому молодому силовому ведомству России, Росгвардии. За прошлый год росгвардейцы приняли участие в раскрытии 83 тысяч преступлений, задержали более 15 тысяч подозреваемых. Наш специальный корреспондент Александр Петров побывал на базе Росгвардии в Краснодарском крае и примерил на себя полную амуницию бойца спецназа. О своем опыте участия в боевой подготовке бойцов Росгвардии и других впечатлениях он расскажет нам в своем репортаже. По сценарию учения автомобиль со злоумышленниками пытается проникнуть на территорию воинской части. Транспорт оперативно блокирует сотрудники спецназа. Водитель разоружен и задержан. Служебная собака настигает второго преступника, который пытается бежать. На всю операцию у бойцов отряда «Вячич» уходит не больше 15 секунд. А это уже штурм здания, где засели бандиты. Специальное адресное мероприятие сотрудники Росгвардии проводят в тройке. Все делается максимально тихо, чтобы не выдать себя. В итоге цель найдена и уничтожена. Чтобы выполнить эти боевые задачи, солдаты должны обладать отличной огневой подготовкой. Навыки здесь оттачивают те, кто проходит службу на Северном Кавказе и в других горячих точках. Поэтому в приоритете стрельба из нестандартных позиций. Стреляют с неудобной руки, сидя и даже лёжа. Сначала одиночная стрельба, а затем работают в двойках и тройках. У нас есть такая поговорка, что ошибки в тактике может исправить отличная стрельба. Ошибки в стрельбе не исправят ничего. А ещё сотрудник Росгвардии должен иметь хорошую горную подготовку и обладать навыками боевых единоборств. Кроме физических тренировок, спецназе уделяет внимание духовному и интеллектуальному развитию. Для этого есть полевой храм, библиотека и собственный музей. Здесь рассказывают об истории отряда и его павших героях. Именно отсюда начинается путь бойца, решившего связать жизнь со спецназом. Человек, пришедший в отряд, должен знать, что они могут погибнуть, защищая Родину. То есть это не просто воинская часть, которая находится постоянно в пункте постоянной дислокации, а это часть, которая выполняет служебно-боевые задачи. На сборы всего несколько минут. За это время нужно надеть боевую экипировку, бронежилет и шлем и зарядить патронами ленту. Ни секунды промедления, все действия отточены и быстры. Нашей съёмочной группе предложили на время войти в ряды Росгвардии и на себе почувствовать все прелести службы. Собрать магазин за 30 секунд. Даже с этой задачей нам пока не удаётся справиться. Время на сборы закончилось, спецназ уходит первым, мы следуем за ним. Пока что в рядах Росгвардии чувствуют себя вполне комфортно. Сейчас мы находимся в бронеавтомобиле «Тигр», выдвигаемся на место учений. Боевую подготовку солдаты Росгвардии проходят в горно-лесистой местности. Именно на таком рельефе чаще всего действуют боевики. Чтобы обнаружить противника, в район направляется группа спецназа. Высадка из БТР занимает меньше минуты. Нерасторопность непозволительна для сил спецназначения. После того, как противник обнаружен, данные о его местоположении передают артиллерии. Дунай, Дунай, я Беркут-5, приём. Артиллерия обеспечивает огневую поддержку для разведывательно-диверсионных групп. Она скрыта для глаз противника и высокомобильна. Несмотря на внушительный вес орудия, более 30 килограммов, бойцы с лёгкостью переносят его на большие расстояния. Для борьбы с международным терроризмом в Росгвардии есть специальная миномётная батарея. Она разворачивается буквально за считанные минуты. Теперь главная задача – попасть точно в цель. Третьему 8.94 наводить в буссоль. Благодаря высокой точности и дальности стрельбы до 4 километров, противник несёт урон в живой силе и технике. Мы также участвуем в нанесении миномётного удара. С задачей справляемся успешно. Мина в свале. Третий. Миномёт. Есть. После того, как отработала артиллерия, в район поражения выдвигается спецназ. Отряд штурмует горную базу, уничтожая оставшегося противника. Сотрудники отряда «Вятич» регулярно участвуют в контртеррористических операциях. Поэтому тактики боя уделяют особое внимание. Занятие длится до тех пор, пока командир не посчитает, что всё выполнено идеально. Приказ – отставить. Военнослужащие будут отрабатывать штурм ещё раз. И мы вместе с ними. Как говорится, тяжёлое обучение – легко в бою. Нам предоставили редкую возможность побывать в рядах спецназа. Бойцы работают в любую погоду и при любых условиях. Задачу, которую они выполняют, под силу далеко не каждому. Главная задача Росгвардии – борьба с международными террористами. На их стороне воюют и боевики из Кавказа. Получив боевой опыт в Сирии, они пытаются применить его в нашей стране. Не допустить подобного сценария должны бойцы этого отряда. Если мы сейчас не наведём порядок именно там, то вся эта непонятная свора людей, которые туда поехали с различных регионов не только нашей страны, но и других регионов, а может оказаться и у нас, и тогда уже мы будем, ну скажем так, противодействовать террористам здесь. И причём, что это мирное население здесь будет, это будет намного сложнее. А ещё они помогают гражданам, порой опережая работников специальных служб. В Краснодарском крае с начала этого года бойцы Росгвардии пресекли более 40 преступлений. Евгений Волобуев удостоился медали за спасение погибавших, вытащив из реки тонущего пенсионера. Честно говоря, с этим никогда не сталкивался, не спасал людей на воде. Благодаря действиям тоже на его напарника Сергея, вот, он с берега помог, уже вытащили человека. А Сергей Гореев месяц назад спас двух детей, которые провалились под лёд на городском водохранилище. Впрочем, себя героем не считает. Пока мальчика вытащил, пока до девочки дошёл, девочка уже всё ниже уходил, уже почти до шеи дошла. Мои прямые обязанности помогать гражданским жителям, тем более детям. В свой профессиональный праздник сотрудники Росгвардии вспоминали товарищей, погибших во время исполнения служебного долга. Красные цветы в руках бойцов, как знак, что имена героев не будут забыты. Спецназ всегда готов выполнить любую задачу, в любое время, в любом месте, даже если это будет задача стоить жизни спецназовца. Это сегодня у них праздник и заслуженные награды, обещание служить России и спецназу. А завтра новый день и новые испытания. Поехали! Александр Петров, Александр Калинин, Дмитрий Давыдкин, аналитическая программа Post Scriptum, Краснодарский край.